Короче, меня Карина попросила рассказать о том, как мы с ней познакомились. А когда мы с тобой поссорились очень сильно, и потом речь шла о расставании, это не то? Человек, который... Стоит, как ты бывший написал. На меня даже в суд хотели подать. Был ли однополый поцелуй? Погоди, с этого момента поподробней. Я его спалила сейчас, ребятки. Всем привет, с вами не Карина Аракелян. А кто? А я. Ну, тебя как зовут? Меня зовут Рус. Там. Всем привет, ребята. Меня зовут Карина Аракелян. И я очень рада вновь приветствовать именно тебя на моем канале, вместе со своим молодым человеком. Рустам. Я. Как твое настроение? Пару слов. Ужасно, меня заставили снимать свое видео, поэтому давай быстрее перейдем к теме, что нам надо делать. В общем, сегодня мы собрались снимать для вас видос, который будет называться «Было или не было». Вы подготовили для нас вопросы. По крайней мере, я написала и выложила историю в свой инстаграм. Ник вы сейчас видите на своих экранах, где вы написали нам всякие вопросики друг о друге. Ну и, в общем-то, сейчас я буду их зачитывать, и мы будем вместе отвечать, чтобы вы понимали вообще, что к чему. Я думаю, еще не прокомментировать свою прическу будет очень странным, потому что вы еще не видели, наверное, как я в ней выгляжу, если не подписаны и не следите за мной в социальных сетях, помимо Ютьюба. Поэтому, да, я сделала себе вот такие косички, мои черные волосы. И меня заставило тоже. Да, волосы очень красивые, русу идет, я так считаю. Да, мне вообще, да. Если что, ребятки, не переживайте, как бы вот эти вот косички скоро снимутся, пропадут, и у меня будет моя длина, которая есть. То есть мои волосы не пострадали. В общем, мы желаем вам приятного просмотра, и мы начинаем. Поехали. Итак, я подготовила, как ты видишь, много вопросов. Сейчас я их буду зачитывать. Первый вопрос. Было ли такое, что вы целовались в кино на заднем ряду? Да, конечно. Как раз таки было, то есть. Да, у нас это было, ребятки. И при этом... Причем это, да, ну давай скажем. Ну ты начал, говори. Я скажу. Ну это был наш первый поцелуй. И? Все. Нет, ты не рассказал. Давай поговорим вообще насчет нашего знакомства, раз у нас такой интересный ролик. Мы уже сказали, что да, у нас первый поцелуй был, и как раз таки он был в кинотеатре, но не на заднем ряду. Почему не на заднем? Мы с тобой бизнес, бизнес-зал. Ну там задний ряд был. Ну да, задний ряд. То, что их там было три, неважно. Короче, меня Карина попросила рассказать о том, как мы с ней познакомились. Собственно, это произошло очень быстро. Я улетал в Волгоград, сказал Игорю Синяку, что мне нравится Карина, мы с ней пересеклись на концерте Адушкиной. Я попробовал к ней подкатить, и у меня не особо это хорошо получилось. Ну, не суть. У нас были общие знакомые на концерте, которые он подошел и сказал, что типа, ну, смотрите, сейчас у меня все получится. И проходит где-то неделя, я возвращаюсь в Москву, и мы уже с Кариной по авиапарку гуляем за ручку, и там идут эти люди, кому я сказал, что у меня по-любому с ней что-то получится. Ну, они офигели. Вообще, на самом деле... Я написал ей в Инстаграм. Подождите, вот к теме того, как это произошло, я ей написал в Инстаграм, и все. Да, Рус мне писал, по-моему, но я до этого, ты говорила, что писал, да? Ну, было пару раз, да. Но я не видела сообщения, да? Ну, да. Исходя из этого, следующий вопрос про нас. Были ли ссоры, что доходили аж до расставания? Нет. Давай, как это нет? Нет. Были? То есть ты за то, что у нас такого не было? Не было. А когда мы с тобой поссорились очень сильно, и потом речь шла о расставании, это не то? Ну, не доходило, речь-то шла, но... Ну, речь шла, но все равно давай... Ну, не доходило. Ну, тогда не было, что типа, да, не доходило, не доходило. Но были ссоры. Кстати, я не знаю, вышло, уже не вышло интервью. Мы вчера с Рустамом снимались. Когда мы подготовили друг для друга вопросы, вопросы вообще, ну, как-то исходя из вообще вопроса на другую тему, мы перешли на выяснение отношений. И получилось так, что мы просто сидели и выясняли отношения, кто был прав в той или иной ссоре, а кто не прав. Как ты считаешь? Я был прав. Я была права. Нет. Чё это нет-то? Не начинать. Не начинать? Она знает, что я был прав, это 100% там... В общем, кто смотрел, тот понимает, что я 100% прав. Ну, это мои подписчики, они будут за меня. Не будут. Это моя семья. Я-то уверена. Да. Я-то знаю своих подписчиков. Следующий вопрос. Было ли то, что ты ревновала Руса или, ну, соответственно, ты ревновал меня? Ну, моменты... Отвечай, ты первая. Да, отвечай, ты первая. Да. У меня такое было естественное, причем я считаю, что это абсолютно нормально. Какие-то моменты с ревностью у тебя такое было? Нет. Я-то прям уверен. Вообще нет. Не ревновал ни разу. Ну, вы поймите такую тему, что я, как бы, поводы еще для этого даю, и они у нас происходят случайно каждый день. Но с твоей стороны их не было, как бы. Ничего нового, что, типа, могло задеть, там, и так далее. То, что там было до, это не ревность. Ну, да. Просто я тебя не люблю провоцировать, как это любишь ты. Ну, да. А Рустам меня постоянно провоцирует, ребятки, жалуюсь вам. Это человек, который... Я-то даже не бывший написал. Вот так это примерно происходит. Да, малыш, да, да. Да сейчас я с Калины видео от сниму и напишу тебе. Кто? Игорь Синяк? А? Игорь Синяк написал? Позвони. Продолжай. В общем, я считаю, что ревность это абсолютно нормально, просто я такой человек, который вот на данный момент... Ревную, да? Я такой человек, который ревнует. Я не даю повода абсолютно никакого. А я просто не даю. Как ты и сказал. Поэтому, как бы, я ангел. Сто процентов. Следующий вопрос. Было ли такое, что кусали друг друга? Постепенненько мы перебираемся... Подожди. ...к более интересным вопросам. Вот что у людей в голове, которые вот пишут такие вопросы? А ты знаешь, какие вопросы вообще там писали? Там вообще просто трэш. Там, ну, дальше трэш будет. Ну, не, ладно, трэш. Это я еще понимаю. Но вот это вот не трэш, и это неинтересно. Ну, это же очевидно. Это можно обсудить. Тут прикол в том, что было или не было. Чтобы вот мы сказали, кусали вы друг друга или нет. Было. Такое было. Было. Есть. Будет. Это, наверное, это типа, ну... Понимаешь, ну, интересно людям узнать что-то о нашей личной жизни. Ладно, мне этого не понять. Поэтому такие подробности и спрашивают. Это же интересно. Поэтому я взяла этот вопрос. Следующий вопрос, который мы обсудим. Не разговаривали целые сутки. Не было. Не было у нас такого. То есть максимум мы ссорились на сколько. А, было. В смысле? Было. В смысле? Когда я тебе не отвечала целые сутки, я просто пропала. В больницу, когда я легла? Нет. А что, когда? Никогда в больницу. Когда ты уехал в Новый год, и я потом просто пропала. А, но все равно сутки не прошли тогда? Ну да. Да, но типа там... Я даже не заметил, я спал пока что. Ну, типа, я проснулся под вечер. Поэтому для меня все было окей. Нет, ты не спал. Ты мне целый день звонил. Спала. Окей. Это он сейчас хочет показаться таким правильным. На самом деле-то нет. Была ли операция? Следующий вопрос. Была ли у тебя операция? Я даже сама не знаю ответ на этот вопрос. У меня не было просто. У меня тоже не было. Не было операции? Ты говорила, что у тебя вот лоб. Ну, это просто зашивает. Не операция. Да? Ну да, это не считается операция. Слушай. Ну, это можете точно. Смотрите, у меня было сотрясение. Я рассек лоб, мне зашили лоб. Я не знаю. Но это не операция. Это прям не под наркозом. Это прям вот. Я разбил меня, прям сейчас заши. Вот на таком столе. А, ну это быстро, да, наверное, еще? К тому же было. Да, это 10 минут длилось. А, ты был в сознании. Да, я говорю, это не операция. Это просто зашили и все. Ну да, это скорее не операция тогда. Следующий вопрос. Давай на эту тему с тобой поговорим. Ты сначала скажи. Было ли такое, что вы стеснялись во время первого поцелуя? Нет. Ну как? У меня было. Ну, для тебя это может... Нет. Блин. Ты вообще понимаешь, как это произошло? Я помню, конечно. У меня к тебе такой вопрос. Ты помнишь, как это произошло? Нет. Такой, б***ь, отвечает на вопрос и сам не помнит. Рустам. Что? Серьезно? Да. Помнишь? Да. А, где это было? Мы только что отвечали в первом вопросе. Да, конечно помню. Итак? Именно там. Да в кино это было, конечно помню. Да, в общем... В авиапарке или в Вегасе только не было? В авиапарке. В Вегасе я только потом уже там оказалась. Что, у меня были вообще там в кино, по-моему? Нет, мы не ходили в кино в Вегасе. Ну окей, это понятно. Так что да, стеснение было. У нее? Жесткое. У меня нет. Но я переживала, потому что я чувствовала, что вот-вот это должно случиться и как бы переживания были в любом случае. Но это произошло честно, не специально. Это произошло случайно. Да, это не запланированно это было. Да, вообще все, что не запланировано, это ко мне. Ну да, Рус такой человек, что тут просто у него все внепланово, все резко, непонятно. Ребят, если вы следите за моим инстаграмом, опять же напоминаю вам, что вы можете подписаться. Вот тут ник видите на своих экранах или по ссылке в описании, что я улетала к Русу в Калининград. Что он мне сказал? Он на недельку туда уедет решить свои дела, соответственно. Проходит неделя. Он говорит, блин, нам нужно снять офигенный клип под песню, которая, кстати, совсем скоро выйдет 2 февраля у Русса. И улетел, соответственно, на сколько? Подожди, ты приехала, мы 8 дней были вместе, уже как бы 2 недели, понимаешь? Потом еще 2 недели я был без тебя. Прошел месяц. Да. Вот если не соврать, ребят, чисто месяц прошел, и Рус прилетел. И то, что ты там делал, это расскажи в Калининграде. Как произошло вообще, что ты прилетел? Кто тебе в этом помог? Что произошло перед тем, как ты должен был улететь? С кем ты должен был прилететь в Москву? Расскажи об этом. Что за вопросы? Я не помню, как это произошло. Просто я потерял свои документы в Москве за грамм по всей документе, кроме обычного паспорта. Прямо в день отлета в Калининград. Ну, улетел с обычным паспортом, все нормально. Причем, ребят, мы должны были улететь в Москву вместе спустя неделю после того, как... 17-го числа? Да. Я прилетел 27-го. Да. Прекрасно, да? Рустам мне говорит, Карин, ну документы потеряны, я их обязательно найду, вот через 2 дня я точно буду в Москве. Вот, ну, точно. Обещал на неделю, в итоге, что вы думаете, проходит 10 дней. Малыш, пожалуйста, пришли мне мои документы за гран-паспорт. Я свой обычный-то в итоге так и не нашел, мне свой загран присылаю, я по нему улечу. В итоге, вообще, Рустам думал, что из Калининграда до Москвы на машине можно доехать. Ты тоже так думала? Ну да. Ну, и что ты на меня гонишь? Я не гоню, я просто говорю. Следующий вопрос. Было ли такое, что вы занимались кексов? Кексы. Вчера едем мы вкусные. Да, Полина приготовила вчера кексы. Да. Очень вкусные кексы. Я, правда, их не ела, но я на диете, потому что... Вот, ну... А мне понравилось. Да. Так что я думаю, что на этот вопрос мы ответим так, что да, было такое, что мы занимались кексов. Мы кушали вчера кексы. Очень вкусные кексы. Поэтому, ребятки, советуем вам тоже, если что, рецептиком Полина в своем инстаграме поделиться. Ну и я тоже. Следующий вопрос. Было ли такое, что вы опаздывали на самолет? У меня просто никогда этого не было. Отвечаю сразу. Да, у меня тоже. Не было? Вы что понимали, я летал, не знаю, раз 150, наверное. И вообще даже близко не было. Ну, то есть, как-то так. Даже когда я вот ехал в такси в аэропорт и думал, что опоздаю, я приезжал и еще два часа сидел на месте. Ну, типа нет, такого не было. Ну, вот как ты в Калининград улетал, я думала, ты опоздаешь. Это будет просто фиаско чисто. Надеялась на это. Я тебя ждала, когда ты наконец-то в Москву прилетишь. Да, надеялась, чтобы ты не улетел. Ты сказала, улетал в Калининград. Ой, да. Следующий вопрос. Был ли однополый поцелуй? Так. У меня просто было. А у тебя? Нет. Не было? Нет. Так, что-то реакция странная, ребят. Может быть, я что-то о нем не знаю? Нет, не было. Игорь Синяк? Нет. Как? Андрей Новос. Погоди, с этого момента поподробней. Следующий вопрос. Болели коронавирусом? Да. Да, нет. У меня такого не было. Но были подозрения, в принципе, по симптомам. Я думала, что да, у меня корона, но нет, как бы я сдавала тест, и у меня даже антител не нашли. Так что, как бы, нормально. Повезло. Повезло. Но... У меня два раза болел. Два раза? И что, и как прошло? Поделись с подписчиками, которые не проходили через это. И надеюсь, что не пройдут. Да, обычно. Ну, то есть, просто было плохое самочувствие в плане температуры, понятное дело. Кашля. У меня горло очень сильно болело, а я тогда еще... Дышать тяжело было? Нет. Но это уже с возрастом. Да, 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 да. Такого нет. Вот, и при этом я еще узнал, я две недели при этом ходил, гулял. В один момент я вызвал себе такси, выхожу уже на улицу, собираюсь сесть в такси, мне приходит тест, типа, положительный на корону, и уже и антитела нашли. То есть, все, у меня уже, типа, ну... Я этот момент даже не понял, что у меня это было. Нифига себе. Я резко беру такси от меня и обратно домой захожу и сидел неделю дома. Блин, ребят, ну это вообще для меня на самом деле такой трэш, когда дело касается вот конкретно карантина. Вот я сразу вспоминаю, как это все было тяжело, вот когда все прям так сильно паниковали, в принципе, сейчас это уже не так вот прям тяжело, мы хотя бы можем видеться с друзьями и так далее, но как это было изначально, меня тупо на месяц родители закрыли дома. Я не могла выходить никуда, меня даже в магазине пускали тупо месяц сидела дома. И все, я ничего не могла делать, мы заказывали настольные игры. Так я познакомилась вообще с интернет-магазинами, хотя я вообще никогда не покупала ничего в интернет-магазинах. Это трэш, ребят, просто. Типа, для меня это такая больная тема. Нормальная тема. А для тебя вообще как прошел карантин, когда вообще началась вся эта вспышка? Ну, я сидел месяц дома, смотрел в потолок. Депрессия, типа? Ну, да. Потом летом я познакомился с Ильей Милохиным. И мы с ним к вам в хаус еще приезжали. Кстати, там, в принципе, я первый раз увидел Карину, и она мне вообще не понравилась. В принципе. Что? Ты сам себе противоречишь. Вспомни слова Ильи Милохина, когда он узнал о том, что мы встречаемся, и он тебе сказал, а, это та, что тебе в доме понравилась? Нет, нет. Спалился? Не было. Где таких... Спалился? Где он это сказал? Он тебе говорил об этом. Где? Ты мне сам говорил, что он тебе говорил об этом, малыш. Может быть, я таких подробностей не помню. Но он спал... Я его спалила сейчас, ребятки. Так что, дорогие мои... Ты себя помнишь в доме? Расскажи, какая я была в доме. Максимально... Мы приехали с Ильей, и, то есть, ну, я на своем пофигизме, я просто приехал с Ильей, чтобы он там что-то поснимал. То есть, если он был за компанией, он поснимал. С ребятами из дома ТикТоки. Все. Я Карину увидел там буквально один раз, когда что-то, говорит, что у тебя портфель взял, я этого даже не помню. У нас, короче, был зимзался диалог. Она села на мой портфель. Да, я села на его портфель просто, ну, на кресло, а там рядом был рюкзак. И ко мне Рус подходит, такой говорит, там мой рюкзак. Я смотрю в телефон и тупо его подаю, и такая, да-да. Это у нас был самый первый диалог и вообще наша самая первая встреча. От чего я, конечно, знатно прихирела. Слушай, если мы с тобой начнем заглядывать назад, я тебе говорю, там будет еще тысяча мероприятий, где мы с тобой виделись. Вот я тебе отвечаю, я просто внимания не обращал. Вот я уверен. Мне так кажется выпускным. Ну, да-да. Ну, типа. Ну, и мы на выпускном выступали, когда еще, ребят, была ведущей. Опять же, все в моем инстаграме я выкладываю. Но мы там не пересекались, хотя, в принципе, мы были на одном мероприятии. Скорее всего, мы просто не обращали внимания друг на друга. Ты стояла там за сценой? За сценой стояла. Где вот лестница прямо на сцену уже? Лестница. Прямо на сцену, конечно. Я не знаю, я там тусил несколько часов. Там были все. Даня, Милохин, Бабич. Все там были. Все артисты в одном месте. Конечно. Может, я уже и там видел Карину, я не помню. Я со всеми виделась, но, типа, я не могу вспомнить, чтобы я видела тебя. Вот это я тебе точно могу сказать. Следующий вопрос. Сейчас я спалю Русы. Было ли такое, что вы храпели? Я откуда знаю? Ты знаешь? Могу? Я не храплю. Рус за меня может... Давай другу... Просто ответим друг за друга. А, давай. У Русы было. У Русы было. О, Русы храпеть нас любит. Человек, который любит храпеть. Люблю. Ну, правда, это не часто бывает, но я обратила внимание, что такое вообще... Вообще, ребята, у меня всегда... Конечно, если я спал у стенки зажатой, я бы тоже не храпил. У меня поверхностный сон вообще. То есть, как бы, меня очень легко разбудить. А, ну, поверхностный, типа, я сплю сверху. Если я сплю, то я сплю так. Если я там хочу повернуться на другой бок, я уже просыпаюсь и там сразу иду в туалет, попью водички, посижу в телефоне и опять лягу спать. То есть, у меня нет такого, что я вырублюсь и проснусь утром. Такое бывает очень редко. А вот Рус! Ё-моё, это человек, который готов спать просто... Вот хоть сейчас он уснёт во время ролика. Вот просто вот так ляжет и уснёт. Человек, который любит поспать. Человек, который... Да ну серьёзно, Рус! Вот такое настроение у нас. Настроение релакс. Рустам! Следующий вопрос. Какой? Бросали ли вы слова на ветер? О, Карина, отвечай. Твоя тема. Ну я, да, я бросала. У меня такое было. Когда я говорила там, например, что с завтрашнего дня я на день. Да, неважно, что ты говорила. Было? Было. А у тебя? Ты чего меня отчитываешь тут сидишь? У тебя было такое? Нет. Как это нет? Было? Было. Вообще-то речь не о наших отношениях, а вообще в принципе. Да. Ну вот. Пожалуйста. Нет, тогда понятно. Окей. Следующий вопрос. Носили ли вы одежду друг друга? Да, я вообще... А, ну я по факту твои носил. Я у неё носки брал. Да, Рустам максимум носил мои носки. Вот. А всё остальное просто пока ты спишь, Эль. Да? Чё, как тебе? Мои шмотки? Маловато. Маловато? А я ношу вещи Руса. Ну, максимум там худи у меня было. Рустам мне давал померить свои штаны белые. Футболка. Дырявая футболка, которая, кстати, до сих пор у меня в шкафу. Рус меня и вообще подсадил на вот этот весь его оверсайз стиль. Я ничего не делал. Ну, типа, знаешь, что люди, когда вступают в отношения, всё равно берут какие-то привычки друг от друга. В основном девушки. Ну, жду когда-то храпеть начнёшь. Ну, окей. Если это произойдёт, дай знать. Так что да, я ношу вещи Руса, а он носил мои носки. Следующий вопрос. Был ли сильный спор с учителем? Ну, сильный это я от тебя добавила. Обычный спор, мне кажется, был у всех. Сильный спор был с учителем? У меня вот был. Нет. Меня когда читали, я ржал. Я никогда не разговаривал с учителями вообще никак. Ну, то есть, смысл с ними спорить. Просто у меня была один раз такая защитная реакция, после которой меня в начале года в девятом классе выгнали с уроков. И больше на уроки географии я не мог попасть. А по итогу сдавал её в экзамене в УГЭ. И сдал на четвёртую. А у меня, ребятки, я уверена, вы знаете. Но если что, скажу ещё раз, так как этот вопрос является часто задаваемым. Ещё мне лично в директе дают такие вопросы. Про учителей, про учёбу, как меня воспринимали. Вообще учителя, преподаватели. Очень плохо я вам говорила, что как бы я снимала видосы, находясь в школе. Ну, в плане учителя, смотря... Я видела твои видосы, находясь в школе. На самом деле, серьёзно. Я, приходя в школу, снимала видосы в лаборатории. А учителян, записывай. Да. А, вот это тоже, кстати. Я вам сейчас прикреплю видос. И важно, одинаковые... Варина, записывай, пожалуйста, тетрадку. Я сфоткала. Тетрадку записываешь. Да, вот так вот я разговаривала с учителем. Вот это вот не повторяйте. В принципе, почему не повторять? Мы всем разрешали учителя фоткать с доски, если там много писать. Там какие-то тезисы, ещё что-то. Я решила сфоткать, и учительница на меня наехала. Это вообще, ребят, не то. Учителя на меня в основном очень часто наезжали за то, что, ну, я вообще, в принципе, блогер. То, что у меня, получается, что-то делает лучше, чем у других. На меня даже в суд хотели подать некоторые учителя, что там ролики их один раз было видно. А, занижали мне оценки. Постоянно говорили, а что ты ролик сняла, а уроки не сделала. Короче, вот такой тренд. Ну и последний вопрос на сегодня. Была ли у нас борьба за еду? Нет, не было такой борьбы. Ну, типа, просто... Ну да, Карина кушает многое, мало чего. Я... Слышь ты, я вообще-то на диете уже похудела и вешу меньше, чем ты. Когда мы только познакомились с Русом, я весила, как он. 64 килограмма, это был копейк. 67 вешу. Ну, давай сделай вес 6, 67 весил. Так хорошо осознавать, что я сейчас вешу 55. Почти. Я весила 120. 120, да. В общем, ребят, борьбы у нас за еду не было. И мы охотим... Отличная борьба была. Да, каждый день боремся. Почему говоришь ты, а вот стыдно мне. Да, я люблю так делать. Да, я тоже. Порядочное шоу было понятно. В общем, ребят, хотим вам сказать огромное спасибо за то, что вы досмотрели это видео до самого конца. С вами была Карина. Я. Головка. От часов зря. Ставим лайки, подписываемся на мой канал, если вы до сих пор этого не сделали, потому что не подписавшись, вы пропустите точно очень много всего интересного. Ну и так, как я не сказала в начале, нажимайте на колокольчик, чтобы смотреть мои ролики первыми и не пропускать премьеры. Спасибо! Всем пока! Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok